Наверное, из 10-ти трое прохожих в России ответят утвердительно на вопрос, слышали ли они о кыштымском инопланетянине по имени Алешенька. Может показаться смешным, однако факт этот имел место быть. И не все было так однозначно, как утверждается в наши дни. Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. В моем распоряжении оказался секретный очерк, который ввелся спецслужбами в Российской Федерации. Очерк повествует о событии, случившихся на Урале в 1996 году в окрестностях Кыштыма, поселок Каулиновый, Челябинская область. В период с 1995 по 1999 год разведка России тесно сотрудничала, а точнее сливала целые океаны данных в пользу разведки США. Данный очерк стал одной из мириад капель этого океана. И вот, я держу его в руках. Сведения, полученные мной, свидетельствуют не только о присутствии инопланетных сил на планете Земля, но и о факте, неимоверно важном, волнующем и ужасающем. Катерина крылась в проулке между сараем и кирпичным зданием коровника, оглядывалась. В конце проулка мутно светила полудохлая лампочка, которую по счастливой случайности никто не разбил. Девушка прижимала к груди небольшой сверток, который издалека походил на скатанную наволочку. Выйдя из проулка, Катя перебежала улицу и быстрым шагом на прямых ногах направилась к помойной куче возле кладбища. А гляделась, услышав вдали какую-то пьяную брань, и дрожащей рукой вывернула сверток. На кучу мусора, перемешанного с прелой листвой и землей, что-то упало и издало едва слышный свист. Катерина коротко перекрестилась, увидев крест над небольшой кладбищенской часовней, и быстрым шагом побежала к проулку. Все, что произошло с ней до этого и в эту ночь, она там же у мусорной кучи поклялась хранить внутри своего сердца до самого смертного дня. На часах еще не было и шести утра, когда Тамара Васильевна просверена, вышла на свой привычный промысел, который стал знаком очень многим после девяносто первого года. Собирать бутылки. Тамка шепелявая, как ее называли злые на язык соседки, медленно переставляла ноги и шла по тротуару, заглядывая в каждую мусорку. Улов был невелик. Выйдя по тротуару к зданию поселковой больницы, женщина свернула направо и решила проведать местное кладбище. Время было раннее, и возможно там можно было что-нибудь найти, оставленное на могилках с вечера. Ну, если, конечно, бомжи не растащили. Подходя к кладбищу, Тамара увидела мусорную кучу и направилась к ней. Под слеповатыми глазами пригляделась и не смогла сразу сообразить, что перед ней. В грязи личико вниз лежал... Господи, прости! Тамара прошепелепила себе под нос. Это ж ты, титя! Ребеночи, господи, боже мой! Женщина наклонилась вперед и схватила маленькая тельца крючковатыми и зауродованными артритом пальцами. Прижала к груди и огляделась по сторонам. Никого не обнаружив, она стала кутать грязное тельце в замызганный подол. Закутав, она направилась к своему дому. Дома она развернула найденного младенца из подола и аккуратно положила на пропревший, местами прожженный диван. Потом достала из шкафа самое чистое, что у нее было из одежды, ну, старый пуховый платок, и спеленала младенца. Как ни странно, но это получилось у нее хорошо. Сейчас я тебе покормлю, сейчас все будет хорошо! Она оставила запеленатого младенца на диване, а сама направилась на кухню. Из я снова нашлась только черствая буханка хлеба, которая тут же была размочена водой из-под крана. Именно мокрые крошки и были скорблены младенцу. От них он, как ни странно, не отказался. Послушно приоткрывал ротик, ловил крошку розовым застренным язычком и поглощал. Тамара улыбалась и медленно покачивала Алешеньку, завернутого в платок. Вот это Лешенька! Она сразу, как взяла на руки, уже дала ему имя. Покусали? Сейчас поспим, а потом посмотрим, что нам с тобой делать. Протокол показаний записан следователем Кыштымского УВД Макичевым ЕС. Мною был проведен допрос подозреваемому по делу о хищении кабеля опоры ЛЭП поселка Новогорный. Подозреваемый по делу В.Ф. Нординов в ходе допроса дал показания о том, что у него в гараже хранится мумия неизвестного человекообразного существа. Мною подозревалась попытка оттянуть следствие, но также было принято решение провести проверку. В ходе проверки обнаружены мумифицированные останки человекообразного эмбриона. Заведено уголовное дело по факту... Протокол допроса про свиренной ТВ. Подозреваемый утверждает, что обнаружила младенца на мусорной куче и забрала его к себе домой. Упорно называет младенца Алешенькой. Дать объяснение, как умер младенец и года тела пропал из ее дома, не может. В похищении тела эмбриона подозревается ранее проходивший по смежному делу В.Ф. Нординов. Из пояснительной записки следователя Кыштымского УВД Макичева ЕС. Останки переданы на экспертизу. Получено указание закрыть дело о краже провода ЛЭП и дело о смерти младенца. Дело производства мной прекращено в соответствии с приказом вышестоящей инстанции. 1995-1996 год. Майор Измайл в очередной раз разряжал обоймы своего Макарова. Выставляя патроны в ряд на столе. Снова заряжал, клацал обоймы в пистолет и снова разряжал. Так прошло 15 минут, затем еще 15. Майор снял трубку телефона. Капитан, мне еще долго ждать? Капитан по другую сторону телефона зажал микрофон и выматерился. Если майор что-то вбил себе в голову, то непременно вынь да положь. 96-й год на дворе. Времена меняются, нужно бабки делать. А ему отчет подавай по какому-то сраному Кыштыма на Урале. Товарищ майор, возникли небольшие задержки по доставке фотоматериалов. Сейчас все собираем, подшиваем и я отправлю. Ну, еще 5 минут дайте. Майор просто бросил трубку. Капитан услышал гудки. Мда. Надо же, ну ничего, я с тобой еще посчитаюсь. Через 5 минут майор Измайлов просматривал отчет. Особенно его заинтересовали фотографии. Их было всего 3, и все демонстрировали под разными ракурсами мумифицированные остатки непонятного существа. Размером не больше локтя взрослого мужчины. Очень тонкие, засушенные ручки и ножки. Вскрытая брушная полость. Но что по-настоящему удивляло, так это голова. Небольшое, искаженное при мумифицировании, вероятно путем засаливания, личика, размером с 2 спичечных коробка. Это высокие своды черепа, состоящие из двух боковых костных сводов, вдоль которых спереди шел широкий лобный свод. Сзади череп аналогично был вскрыт. Вещество мозга отсутствовало. Да уж, на Урале всегда лихостью славились. Взяли и вышибли мозги Алешеньки. Майор усмехнулся и посмотрел на стол, на котором в ряд стояло 8 патронов от ПМ. Майор собрал их в ладонь и стал заряжать обойму. Фотографию отложил и взял в руки скорошеватель с отчетом. Стал бегло просматривать листок за листком, выцеживая главное своим холодным разумом и цепкими глазами. Из официального отчета аналитического отдела ФСБ. В рамках полномочий главы отдела расследования аномальных происшествий мной был изучен первоначальный отчет по делу Кыштым-1. Предварительные выводы. Показания просверенной ТС, обнаружившей эмбрион, далее пришелец, утверждают, что это человеческий ребенок. На наводящие вопросы о аномальном строении эмбриона отвечало уклончиво. Показания местного электромонтера В.Ф. Нурдинова сводятся к единственному выводу. Эмбрион имеет внеземное происхождение. Пришелец. При длительном нахождении в одном помещении с пришельцем В.Ф. Нурдинов испытывал чувство тошноты и головокружения. Панические атаки неоднократно указывал на то, что в немумифицированном виде эмбрион издавал стойкий белковый запах, возможно следы разложения. Показания В.Ф. Нурдинова подтверждаются показаниями исследователей Кыштымского ВД Макичева Е.Ф. Существо было бы потрошено и мумифицировано В.Ф. Нурдиновым. Сохранить внутренние органы пришельцу не удалось. Из показаний дочери просверенной ТВ лично видела существо, утверждает, что оно было живым и пыталась изъясняться свистящими звуками. Имела яркие желтые круглые глаза, без век. Зрачок плоск, вертикальный. Момент смерти существо не может описать. Кхм-кхм-кхм-кхм. Майор Измайлов откашлялся. Определенно в этом что-то было. Чутье подсказывало, что за этим, по сути, бредом, кроется нечто, которое в итоге может обернуться его личным возвышением. Если дело правильно раскопать, а потом представить, куда нужно. Майор снова откашлялся и мечтательно посмотрел в потолок. Затем перестал улыбаться и взял телефон. Капитан, кофе мне сделать побыстрее. Измайлов потянул к себе лист чистой бумаги, подписал сверху распоряжение и начал выводить чуть корявые строчки, стараясь писать печатными буквами. Ну и чтобы потом тупоголовый капитан все понял. Провести подробное расследование по делу Кыштемадил. Повторно допросить свидетелей. В случае запирательства провести допрос в местном отделении УВД в закрытой камере. Использовать активные боевые психотропные вещества и другие методы стимуляции. Касательно субъектов дела после получения данных. Просвирено ТВ. Это первая психлечебница для принудительного освидетельствования. Обязательно положительный результат. Обязать медицинский персонал к сотрудничеству. Затем майор поставил тире и тщательно вывел на бумаге слово овощ. Несколько раз обведя каждую букву. Нурдинова ВФ. Ликвидировать. По возможности несчастных случаев. Связанных с производством. Если на данный момент субъект нетрудоустроен, то по обстоятельствам. Макевичу ЕС. Внятно донести о том, что дело взято под контроль, взять подписку о неразглашении. По обстоятельствам. При отсутствии лояльности ликвидировать. Скрыть, откуда произошла утечка данных. Сотрудник отдела ОВД город Кыштым доложил в отделение ФСБ города Екатеринбург. Наш звербованный агент. Специальное распоряжение. Вполне вероятно, что эмбрион носит неземное происхождение. Утверждение заведомо считается верным. При этом имея взаимосвязь с выносившей его женщиной. На это указывает факт обнаружения эмбриона в мусорной куче. Попытка скрыть беременность и роды. Приказываю расследовать все случаи беременности в поселке Каолиновый и пригородных поселков Кыштыма. На удаление не более двух километров. Установить все попытки скрыть беременность. Выявить половозрелых девушек, рожавших в неродельных отделениях. При выявлении конкретного объекта произвести допрос на месте. После этапировать в разведотдел ФСБ города Екатеринбург. С последующим этапированием в специальную тюрьму ФСБ Московской области. Дополнительно. Развернуть компанию через все районы и затем общероссийские СМИ. Журналы, газеты, телевидение. О несостоятельности версии инопланетного происхождения эмбриона. Кэштым 1. Запотать след. Дискредитировать основных свидетелей. Катерина. После смерти матери жила одна. Она не считала себя ни глупой, ни умной. Работала на местной фирме и в принципе была довольной жизнью свои 25 лет. Сейчас она заплаканная лежала на диване и смотрела в потолок. Слава богу, она сделала это. Избавилась от этого. Трудно было назвать это существо младенцем. Просто отнесла и выкинула. Девушка поежилась. Ледяной компресс на животе едва-едва снимал боль. Головка младенца была жесткой. Состоялась из костей, которые луковицей сводились к темени тремя ребристыми лепестками. При родах она ощутила это каждой клеточкой тела. Младенец был серым, как экран выключенного телевизора. Вспоминать об этом было жутко. Как и о том сне, которое она видела всего три недели назад. Во сне она лежала в своей спальне. На мягкой перине, уложенной на панцирную койку. Вокруг нее столпились невысокие гномы-человечки со сводчатыми черепами. Они что-то насвистывали, но в голове девушки вырисовывались конкретные образы. Они спрашивали ее согласие на то, чтобы выносить их нового человека, как говорили они. Девушка отчетливо понимала, что все это сон. Один из гномов-человечков снял себе лицевую маску и сказал. Наш новый человек не может долго дышать в вашей атмосфере. Поэтому нужно будет завернуть в простынь и прогревать слабым раствором хлорки. Через неделю после этого сна Катерина поняла, что беременна. Грешила на соседа, Костю. Но пока ему не говорила об этом. Позже сам все увидит. Но через три недели, когда схватки среди ночи пронзили бедра и таз, Катерина по-настоящему ужаснулась. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше. И на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Если я вам не ответил, значит я еще проверяю вас. Ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.